МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север, студию Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. Неблагоприятная эпидситуация по заболеванию COVID-19 сохраняется в деревне Лабожское. 12 сельских жителей помещены в стационар окружной больницы. Еще 30 получают лечение на месте. В деревне объявлен карантин. 1 октября, в день пожилого человека, пенсионеры Ненецкого округа получили социальные выплаты из окружного бюджета от 5 до 16 тысяч рублей в зависимости от возраста. Выплаты носят заявительный характер. Мыцеева в переводе с Ненецкого. Мы нарядные в творческой мастерской отнокультурного центра, хранят народные традиции и шьют национальные костюмы. Неблагоприятная эпидемическая ситуация по заболеванию коронавирусной инфекцией сохраняется в деревне Лабожское. В минувшие выходные четырьмя бортами с анавиацией в Ненецкую окружную больницу доставили из поселения 11 человек. Состояние 8 из них оценивается как тяжелый. Еще один заболевший из Лабожского в тяжелом состоянии был доставлен в стационар 29 сентября. 30 человек находятся под наблюдением медицинских работников непосредственно в самом населенном пункте. У 17 заболевших диагноз COVID-19 подтвержден лабораторно. Еще у 13 человек имеются признаки вирусной инфекции. Взяты тесты на наличие COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Эпидемиологическая ситуация в деревне Лабожское находится на особом контроле Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. Все заболевшие получают необходимое лечение. Пациенты, находящиеся под амбулаторным наблюдением в деревне, проконсультированы врачами Ненецкой окружной больницы по телемедицине. В деревне объявлен карантин. На помощь местному фельдшеру в Лабожское был направлен фельдшер из Ненецкой окружной больницы. А также необходимый запас лекарственных препаратов и большая партия медицинских масок для выдачи населению. 14 новых случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки выздоровели 18 человек. Такова официальная ковидная статистика на 1 октября текущего года. Возможно ли победить вирус и когда? На эти и другие вопросы в студии телеканала «Север» в прямом эфире ответила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Брылева. Статистика заболеваемости коронавирусом в Ненецком округе держится на одном уровне. Каждый день списки заболевших пополняют от 10 до 15 человек. Для региона население меньше 100 тысяч – результат неутешительный. Надежда на коллективный иммунитет. Достижение его гарантируется при 80-процентной вакцинации населения. О достижении показателей 80% по вакцинации против коронавирусной инфекции мы понимаем, что сейчас мы только на полпути к этому, к сожалению. А вообще достижимая эта планка 80%? Это зависит от нашего населения. От того, как наше население будет прививаться, только от этого зависит, как быстро мы сможем создать коллективный иммунитет. При этом стоит учитывать, что из этой статистики надо вычеркнуть детей и подростков, которые вакцинации не подлежат. А стало быть, в формировании коллективного иммунитета не участвуют. Впрочем, о достижении 80-процентной планки говорить еще рано. Как и о тех перспективах, которые откроются перед жителями региона. И в первую очередь это ослабление антиковидных ограничений. Сейчас мы понимаем, что это проблема, которая не уходит, которая переходит в какие-то другие этапы. И поэтому, мне кажется, об этом пока говорить рано. Сложная эпидемиологическая обстановка по ковиду плюс сезонная ОРВИ. Особенно актуально это в детских учебных и образовательных учреждениях. Это ли не повод для ведения дистанционного обучения? Позиция сейчас такова, как наша, так и родители, чтобы все-таки дети получали обучение в очной форме. И поэтому мы все должны к этому стремиться. И для того, чтобы наши дети получали обучение в очной форме, мы просто должны как в рамках школы, так и за ее пределами проводить все противоэпидемические мероприятия. Поэтому карантин объявляется не во всем учебном заведении, а только в отдельном классе или группе. Возможно, в отдельной школе. Например, сейчас на карантине школа «Сад деревни Лабожская» и школа «Села Великовисочная». То, как будут учиться наши дети, это зависит, вот, я думаю, что на 80% от нас. И поэтому я хотела бы обратиться к нашим родителям для того, чтобы если их ребенок заболел, да, он чувствует какие-то признаки ОРВИ, причем это не обязательно повышение температуры, это может быть кашель, это может быть заложенность носа, да. Такие дети, они должны оставаться дома. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Депутаты Совета городского округа рассмотрели изменения в бюджет муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Накануне состоялась очередная 28-я сессия, в ходе которой депутаты рассмотрели 14 вопросов повестки дня. Почти на 56 миллионов дополнительно пополнится городской бюджет в текущем году. Из них порядка 2 миллионов – это собственные доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Остальные средства – субсидии. В частности, почти 17 миллионов рублей выделено из окружного бюджета на подготовку к осенне-зимнему периоду. В расходной части депутаты увеличили бюджетное сигнование на приобретение ГСМ для муниципального предприятия «Чистый город» в связи с приобретением 7 единиц техники и увеличением суммарного рабочего времени в зимний период. Дополнительно выделяются средства на оплату услуг по технологическому присоединению к централизованным системам теплоснабжения дома номер 43А по улице имени 60-летия Октября. Увеличились суммы и на второй этап благоустройства дворовой территории дома номер 34 по улице Первомайской. Благоустройство сквера в районе улицы Мурманской, детской спортивной площадки на улице Российской. Выделены также средства на первый этап строительства детской игровой спортивной площадки в микрорайоне Малый Качгард. Все предложенные изменения депутаты поддержали единогласно. Для увеличения бюджетных насигнований предлагается произвести по следующим разделам. Жилищно-коммунальное хозяйство на 53 млн 608,4 тысячи рублей. Национальная экономика на 5 млн 695,4 тысячи рублей. Общегосударственные вопросы на 450 тысяч рублей. Улучшаются сигнования по следующим разделам. Обслуживание государственного и муниципального домов на 3 млн 40,7 тысяч рублей. Социальная политика 650,2 тысячи рублей. И образование новонежной политики на 350 тысяч рублей. На сессии депутаты приняли решение наградить знаком отличия за заслуги перед городом Нарьинмаром трех человек. За особые заслуги и достижения в сфере законности, правопорядка и общественной безопасности, направленных на улучшение качества жизни и благополучия жителей города Нарьинмара, Кальчишкова Николая Ивановича, нотариуса Нотариального округа Ненецкого автономного округа. За увековечение памяти и истории города Нарьинмара, Калавангину Марину Михайловну, главного научного сотрудника отдела истории Музейного объединения Ненецкого автономного округа. За большой личный вклад в развитие и сохранение культурного наследия и активную общественную деятельность Орлову Татьяну Никандровну, заместителя председателя Ненецкого окружного совета ветеранов войны и труда. Все кандидатуры были поддержаны единогласно. 1 октября, в День пожилого человека, пенсионеры Ненецкого округа получили социальные выплаты из окружного бюджета от 5 до 16 тысяч рублей, в зависимости от возраста. Выплаты носят заявительный характер. Подать заявление можно до 31 декабря текущего года. Более 8,5 тысяч пенсионеров Ненецкого автономного округа получат социальные выплаты ко Дню пожилого человека. В этом году на компенсационные выплаты ко Дню пожилого человека в окружном бюджете предусмотрено порядка 73,5 миллионов рублей. Единовременную социальную выплату перечислили пенсионерам округа 1 октября. Правом на получение единовременной компенсационной выплаты ко Дню пожилого человека обладают женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, при условии проживания в округе и наличии стажа работы в регионе не менее 15 лет. Выплату также могут получить граждане с инвалидностью, проживающие в округе не менее 20 лет. Размер компенсационной выплаты составляет 5000 рублей для жителей округа, не достигших 70 лет, и 16640 рублей для жителей округа, достигших 70 лет. Отметим, выплата носит заявительный характер. Заявление на получение выплаты ко Дню пожилого человека необходимо подавать ежегодно. Сделать это можно в течение всего года, вплоть до 31 декабря. При этом прилагаемые к заявлению документы предоставляются гражданинам один раз при первичном обращении за назначением денежной выплаты. В последующие годы гражданину необходимо лишь подать заявление на повторное предоставление выплаты. При первичном обращении за назначением денежной выплаты необходимо написать заявление и приложить следующие документы. Копия заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копия документов, подтверждающих наличие стажа работы в регионе не менее 15 лет, копия документов, подтверждающих факт проживания гражданина на территории Ненецкого автономного округа. В Ненецком округе стартовала антинаркотическая акция «Призывник», в рамках которой представители окружного военного комиссариата совместно с полицейскими проводят мероприятия, направленные на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста. Акция продлится до 1 декабря. Ведомства проведут мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни. Будут проводиться мероприятия, направленные на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц призывного возраста. Антинаркотические лекции и беседы будут проходить среди учащихся образовательных организаций округа, подпадающих под призывной возраст и также среди призывников, отбывающих месту службы по призыву. Обо всех фактах распространения и употребления наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей просьба обращаться по телефону 8 818 53 6 00 47 отдел по контролю за оборотом наркотиков, либо в дежурную часть управления по телефону 0 2 102 и 8 818 53 4 21 26. А также можно сообщить по телефону доверия 8 818 53 4 21 52. Анонимность гарантирована. Безработные жители Ненецкого автономного округа могут пройти бесплатное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Открыт набор на профессиональное обучение по специальности повар, продавец продовольственных товаров, секретарь-администратор и пекарь. Обучение возможно в очной и дистанционной формах. Перед началом обучения необходимо пройти медосмотр с последующей компенсацией затрат. До конца года Центры занятости населения откроют набор на профессиональное обучение по следующим направлениям. Помощник воспитателя, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, кондитер, водитель, погрузчик. Также можно будет пройти переподготовку водителям транспортных средств с категории B на категорию C. До конца текущего года планируется обучение по программам дополнительного профессионального образования по двум направлениям. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. И педагог-психолог. Обучение будет проходить в формате дистанционного обучения на базе уже имеющегося любого высшего или среднего профессионального образования. Прием заявлений на обучение осуществляется в Центре занятости населения Ненецкого округа. За более подробной информацией обращаться по телефонам, номера которых вы видите на своих экранах. По данным годовых статистических отчетов за 2020 год на диспансерном учете в медицинских организациях Ненецкого округа состояло более 4,5 тысяч человек с различными заболеваниями сердца. Как позаботиться о главном органе человеческого организма расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Мы сами измеряем себе давление, сами это пульс измеряем. Сами лечимся. Когда аритмия, принимаем таблетки. Ну вот мне сейчас 86-й год. Я не работаю, поэтому стараюсь, чтобы не быстро бегать. Тихонечко хожу. Меньше волноваться, потому что иногда мы зазря волнуемся. И волнуемся, и потом капли пьем. Вы здоровье проверяете себя? Ну, проверяю частенько. Все-таки возраст приходится проверять. На сердце не жалуетесь? На сердце нет, не жалуюсь. Хотелось бы почаще, конечно. Потому что скачет давление или там что-то еще. И идешь, отправляют это к терапевту. То с давлением приходишь к терапевту, там что-то, сердечко скачет. Сами это себя проверяете? Ну, бывает иногда, но у меня нет проблем с сердцем. А как же? Теперь на контроле. Я не проверяю сердечко. Считаю себя молодым. Я и говорю, что… Чего мне всего-то 83 года. Да, а мне 83 будет. Спасибо, молодые. В структуре общей заболеваемости населения региона болезни системы кровообращения, в том числе и сердца, занимают второе место по распространенности. В округе сформирован и ведется регистр больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе пациентов высокого риска. По состоянию на 1 сентября 2021 года в регистр включены 140 пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, радиочастотную катетерную абляцию. Лица, перенесшие инфаркт миокарда, операции по протезированию клапанов сердца, а также аортокоронарное шунтирование и стентирование обеспечиваются лекарственными препаратами бесплатно, по льготным рецептам, по федеральному законодательству в течение одного года, а по окружному законодательству в течение первых двух лет. По неотложным и экстренным показаниям пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут перенаправить в учреждение здравоохранения города Архангельска для оказания медицинской помощи, а также в плановом порядке маршрутизация осуществляется в Медицинский исследовательский центр имени Алмазова и Медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В 2020 году в Медицинской организации Архангельска эвакуировано 20 пациентов с острыми заболеваниями сердца, в том числе 18 человек с острым инфарктом миокарда, 2 человека с острым коронарным синдромом. В 2021 году эвакуировано 15 пациентов, в том числе 12 человек с острым инфарктом миокарда, 3 человека с острым коронарным синдромом. В 2020 году 96 человек получили высокотехнологичную помощь по профилю кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, в том числе за счет средств федерального бюджета 52 пациента, за счет средств обязательного медицинского страхования 44 человека. В 2021 году 52 человека, в том числе за счет средств федерального бюджета, 38 пациентов за счет ОМС. Основные причины заболевания сердечно-сосудистой системы – избыточный вес, курение, употребление алкоголя, гиподинамия, стресс и неправильное питание. В регионе профилактической работой занимается Центр общественного здравоохранения и медицинской профилактики. Также ежегодно проходит диспансеризация населения. При выявлении факторов риска во время прохождения диспансеризации пациент направляется в кабинет здоровья Центра медицинской профилактики для дальнейшей медико-профилактической работы. Кроме этого, специалисты Центра активно работают с трудовыми коллективами, школами, средними профессиональными учреждениями региона, осуществляя выходы в организации с различными акциями, распространяют профилактические листовки и брошюры. Проводится профилактическая работа в социальных сетях, размещается информация на сайте Ненецкой окружной больницы. Сердце является главным органом, обеспечивающим работу всего организма. Необходимо серьезно относиться к любым проблемам со здоровьем. Берегите себя и свое сердце. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Леонид Шишлак, Телеканал Север. Нарядка к сохранению традиции на базе этнокультурного центра продолжает свою работу творческая мастерская Мэйцеева. Мы нарядные. Кто решил заняться рукоделием и какие костюмы шьют участники проекта, расскажет Василий Хатанзейский. Шум швейной машинки и пристальный контроль над работой. Ирина Саламатова, одна из участниц творческой мастерской, приехала из Нельминоноса. Впервые заняться шитьем сценического ненецкого костюма ее сподвиг интерес к своим корням и популяризация своего рода среди своих детей. У меня растет маленькая дочь, ей 6 лет. Хочу показать, как все шьется. Ирина почти уже сшила для своего ребенка ненецкую наичку. Так называется детская паница национальный ненецкий женский наряд. Для полного комплекта в творческой мастерской занимаются и плетением судора – головного убора. Под чутким руководством опытного костюмера Надежды Дуркиной мастерицы создают сценические ненецкие костюмы, которые имеют отличительные черты от традиционных. Традиционная одежда отличается от сценической тем, что ткани, например, у нас разные. И сам процесс обработки традиционно идет вручным способом, а сценическая используется машинная строчка. То есть уже технология меняется. Также при пошиве сценической наички сохранились все особенности нельминоносовского национального костюма. В детской одежде и, как выяснилось, что в традициях этой деревни еще и были полоски оформления, как бы считалось, как орнаментированное, это, наверное, праздничное. И также была полоска цвет, как бы декорировался еще и полосками разного цвета. Идея создать мастерскую, где будут готовиться ненецкие сценические костюмы, пришла Екатерине Витенко. По инициативе девушки-8 жительниц поселка Нельминоноса пройдут курс обучения по пошиву национальной одежды. Нельминонос – это один из национальных поселков нашего округа. Но, к сожалению, в современном мире очень остро стоит вопрос сохранения традиций. И огромная проблема – это именно сохранение традиций пошива традиционно ненецкой одежды. На базе филиала этнокультурного центра в поселке Нельминоноса есть народный ненецкий ансамбль «Майбова», у которого есть группа малышей, которые танцуют, и, к сожалению, у них полностью отсутствуют народно-сценические костюмы. Начинающие мастерицы не просто смогут помочь народному ненецкому ансамблю, но и смогут сами изготавливать костюмы для своих близких и друзей, что очень важно для сохранения традиций своих предков. Женщины получают навыки шитья непосредственно традиционно ненецкой одежды и смогут ее принести в наш поселок и, так сказать, шить уже данные костюмы для населения. То есть на наших праздниках, на красивых, будет много очень красивых и ярких людей в своих сшитых паницах. Проект Екатерины был по достоинству оценен на конкурсе модельных инициатив местных жителей. Его организатором выступает Агентство развития сельских инициатив Всемирного фонда дикой природы. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok